Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, несколько минут вашего времени, чтобы оценить ситуацию фундаментального порядка, сложившегося в рамках прошлого торгового дня. Что в целом можно сказать про торговую сессию вторника? Ну, то, что логика для рынка стала более характерна, по крайней мере, мы наблюдали усиление позиций рисковых инструментов на фоне ослабления доллара. Не так, как в понедельник, вы помните, ростом отличились все. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо, потому что по некоторым активам мы делаем совершенно радиально противоположные прогнозы. И лично я в отношении этих прогнозов, опять же, подкрепляюсь субъективной позицией того, что это может случиться именно таким образом. И ставлю, собственно, даже несмотря на локальные потери, которые сейчас несет американец, все-таки на восстановление его ценовых позиций. Ну и, конечно же, стараюсь держать вас в курсе, почему я руководствуюсь такой идеей, почему тот фундамент, который на рынке сложился, способствует тому, что не я один такой активный покупатель доллара. И надеюсь, что среди вас, уважаемые трейдеры, есть те, кто, конечно же, пользуясь собственной осведомленностью, руководствуясь собственными инвестиционными решениями, также в глубине души понимает, почему я поступаю так или иначе. В отношении доллара, я думаю, что ситуация у нас вряд ли изменится. В ближайшее время, в отношении рисковых активов, где, скажем, на передовой идет европейская валюта, здесь совершенно очевидный трейдинг на настроениях. И об этом я расскажу чуть позже. Ну, начнем давайте, как и всегда, с рынка нефти, тем более, что мы с вами настраивались на то, что должен произойти разворот, и, собственно, он случился. Я этому, конечно же, рад, потому что если бы еще и нефть продолжила расти в рамках вчерашнего дня, то тогда настроения были бы похуже, нежели чем сейчас, потому что и доллар ослаб, да и фунт, который, получив нормальный такой пинок, чтобы спускаться, все равно умудрился выкарпаться с минимальным значением лоу дня и снова сейчас тестирует локальный максимум в прошлой торговой сессии, претендует на то, чтобы вот так вот прыгнуть на хвоста европейской валюты и прокатиться еще повыше. Об этом также поговорим. Что касается нефти, друзья, то, что мы вчера увидели коррекцию после довольно непродолжительного ралли, которое случилось в начале этой недели, еще одно подтверждение того, что на рынке доминируют медведи. Сила медведей довольно серьезная, и на рынке есть огромное количество фундаментальных предпосылок, которые, каждый из которых, не говоря уже об общем таком складочном эффекте, способны вернуть этот актив в рамки нисходящего тренда и обозначить все необходимые условия, чтобы бренд у нас очутился ниже 50 долларов за баррель. Конечно же, основная причина. Я думаю, что это усиливающаяся, адекватная реакция и осознание все большего количества трейдеров в том, что рынок нефти – это та среда, где сейчас по оценке перспектив, собственно, собираются аутсайдеры, не верящие в то, что этот актив может вернуться к прежнему супервысокому циклу в плане котировок нефти. И настаивают на то, что этот инструмент будет оставаться под прессом. Но наша с вами задача, конечно же, связывать динамики локальные, дневные с актуальным свежим новостным фоном. И здесь мне есть что сказать, потому что вчера, как вы наверняка знаете, кто следит за этим активом, у нас была возможность проанализировать доклад о Международном энергетическом агентстве все чаще и чаще. Мы обращаемся к этому ведомству, потому что они сами, как бы испытывая ответственность за неверность своих прошлых прогнозов, сейчас их спешно пересматривают, потому что видят, как рынок нефти быстро меняется. Так вот, согласно докладу Международного энергетического агентства, если регионы ОПЕК, а также другие страны продают действия энергетического пакта в неизменной редакции этого документа в соответствии с прежними условиями и соглашениями, прежние условия и соглашения – это снижение объема добычи и на 1,8 миллиона баррелей в сутки, то этого не будет достаточно, чтобы ребалансировать весь глобальный рынок энергосырья. И, конечно же, такие заявления тут же умерили энтузиазм трейдеров, которые стали активно скупать нефть после того, как на рынке появились сообщения о том, что министр энергетики Саводской Аравии и России сделали совместное заявление, согласно которому действие энергетического пакта будет продлено. И, как вы знаете, продлили его чуть больше, чем планировалось ранее, не до конца 2017 года, а еще на 3 месяца вперед, то есть на 9 месяцев до марта 2018 года. Может быть, это еще одно подтверждение того, что проблема серьезнее по переизбытку, чем предполагалось ранее. И, на мой взгляд, это доказательство реальности того, что те действия, которые были предприняты ранее, они пока что совершенно очевидно не работают. Если вам нужны доказательства в цифрах и фактах, я, собственно, оперирую, опять же, данными Международного энергетического агентства, которые вчера сообщили о том, что даже несмотря на действия этих условий, на существование этой сделки, этого энергетического пакта, несмотря на то, что сторону в целом, будем говорить, не будем сейчас разбирать картину по отдельным регионам, отдельным странам, кто насколько соблюдает, кто насколько не соблюдает условия взятых на себя обязательства. Скажем так, что даже при осознании того, что квоты сейчас выдерживаются по добыче на рынке нефти, запасы все равно больше, чем на 300 миллионов баррелей превосходят среднюю, которую мы видели за последние пять лет. То есть состояние переизбытка на рынке сохраняется. Да и плюс ко всему, все это еще усиливается прогнозами самого ОПЕК, самой организации ближневосточных экспортеров, то, что в ближайшее время регионы такие Ливия, Нигерия, США, Канада и Бразилия в разных пропорциях, но в совокупности могут увеличить объемы добычи до 60%. Но мне не нужно, я думаю, рассказывать вам, чем это чревато для рынка нефти, потому что это явно сигнал того, что предложений будет гораздо больше, нежели чем сейчас. И мы понимаем то, что для рынка вот осознание всех потенциальных рисков сейчас более приемлемая идея, особенно исходя из долгосрочного трейдера, потому что не обращая внимания на краткосрочные вот эти, даже размытые на несколько недель флуктации, создающие возможности для роста, котировки все равно тяготеют вниз. Нам приходится просто занять вектор нашего мышления, придерживаться этого вектора и, соответственно, торговать по тем ожиданиям, которые мы с вами используем в отношении этого актива. Рынок нефти должен снижаться? Конечно же, должен, потому что нет ни единого позитивного фактора. Все, что можно было, по идее, друзья, может произойти какой-то нонсенс, сюрприз для оптимистов благоприятный, но мы уже получили сигнал того, что соглашение будет продлено. И 24 мая, когда состоится встреча представителей ОПЕК и 11 других регионов, это лишь формальная беседа, чтобы уточнить какие-то дополнительные условия. То есть максимальный позитив, он, скорее всего, уже дисконтирован на рынке. То, что он не продлился долго, рост понедельника не был реализован в восходящую динамику до конца недели, это еще одна предпосылка и еще одно доказательство того, что рынок будет возвращаться сначала к полтиннику, потом уже к более низким ценовым значениям. Вчера еще вышел отчет по ОПЕК, я думаю, что вы за ним также последили, потому что нужно было это сделать. Запасы, друзья, в очередной раз выросли, прерывали мы снова формирующуюся тенденцию снижения запасов, вернулись к идее того, что производство нефти, исходя из прежней растущей загрузки нефтекрабатывающих заводов в США, зашкаливает Мексиканский залив, а также те платформы, которые действуют в нем, отошли уже от плохих погодных условий и снова работают на максимальных загрузках по мощностям, на максимальных показателях. Поэтому объемы запасов будут расти, и мы уже смирились с тем фактом, что расхождение сезонности уже давно стало реальностью. Поэтому эту статистику мы просто обязаны конвертировать в еще один повод для продаж. Сегодня в 17.30 официальные цифры, ждем, что запасы снова вырастут, но даже если запасы нефти, соответственно, просядут, у нас будут еще отчеты по бензину и у нас будет еще отчет по объему добычи в нефтештатах. А здесь, друзья, я не сомневаюсь, что у нас прирост как минимум в 15-20 тысяч баррелей за прошлую неделю, что, наверное, обязательно найдет свое отражение в коррекции цен на нет. Я попробую бы сейчас замотнуться на цель максимума, сказать то, что вот сегодня-завтра мы снова вернемся в район 50 долларов за баррель. И попробую хотя бы собственными силами, но и визуализировать и направлять этот актив, собственно, к этому рубежу. Российская валюта 56-52. Здесь мы уже с вами определились, что чтобы снова увидеть прессинг на рубль, нужно оказаться ниже психологической планки в 50. Давайте ожидать тогда. Ну и рубль сейчас уже основа отступает от минимальных значений. 56-52 это лучше, чем те уровни, которые мы наблюдали днем ранее. Надеюсь, что снова пойдем в район 58 против доллара. Если интересные спекуляции, то сейчас так же, как и, собственно, на уровне и 56, и 55 с половиной, прекрасная возможность, чтобы занимать долгосрочные сделки и поддержать американскую валюту, либо евро против рубля до конца года и получить прибыль гораздо более высокую, чем тот доход, который могут дать, пословутые, банковские депозиты. Ну, все вы понимаете, о чем я говорю. Доллар японская, иена снижается. Здесь мы, с одной стороны, должны проанализировать статистику. Вот сейчас котировки по паре 112-43. Получается, что практически на фигуру ниже, чем днем ранее. Статистика. Я пытался найти в ней поддержку, тем более, что данные по промышленному производству довольно серьезные. Релиз, указывающий на перспективы экономического восстановления. Так вот, промышленное производство выросло на 1% с прошлого роста на 0,4%. Это подтверждение фундаментальной силы экономики. Это максимальное значение по активности промышленности за последние 3-4 года. И поспособствовало рост активности среди автопроизводителей, рост активности среди производителей продуктов питания, поспособствовало увеличение занятости, ну и ожидание вот этой стимулирующей оттачи от таких же стимулирующих реформ Трампа, которые мы с вами сейчас ждем. Очень большую ставку я делаю на налоговую реформу, потому что считаю, что до конца этого года ничто не заставит меня отказаться от покупки американцев. А чтобы мои предположения и, в принципе, мое позиционирование было оправданно, конечно же, хочется получить неплохой профит. Но чтобы получить неплохой профит, мы должны по паре юздиена забраться выше отметки 115. Теперь давайте вернемся к отчету, собственно, по доллару, и поймем, почему он не повлиял на рост американца. Проводим сразу же параллель. Доллар ослаб, значит, выросла японская егена. Японская егена у нас растет тогда, когда есть предпосылки для напряженности какого-то формата и есть причины ухода трейдеров в защиту. Франк, в облигации и, соответственно, в этот инструмент. Поэтому я попробовал разобраться с новостным фоном, и, честно говоря, среди всех сводок, которые мне удалось прочитать, наверное, единственное, на что можно обратить внимание, это на слова Трампа, который рассказал на встрече Лаврову о том, что у него есть информация, якобы, что исламское государство готовит очередной террористический акт, и следствием этого акта может быть взорный самолет. Я думаю, что вы также следили за новостными сводками, федеральные каналы точно сообщали в каком-то ключе об этом. Может быть, конечно же, еще одна угроза со стороны исламского государства, это еще одна причина, из-за которой трейдерам можно сделать акцент и поторговать через длинные позиции по защите. Собственно, динамика Франка подтверждает это, потому что мы сегодня на Азиатской сессии в рамках вчерашнего дня видим, как трейдеры снова подперли в этот актиль. Золото, друзья, также у нас растет уже, которую сессию подряд, и сейчас котировки находятся уже выше 1240 долларов за тройскую унцию. Ну и еще, если вернуться все-таки больше не к внешней политике, к локальным релизам и статистике, вот последний опрос «Рейдерс», согласно которому 27 из 33 опрошенных экономистов считают то, что следующим шагом, который будет задействован японским регулятором, станет ужесточением данной политики. Ну не знаю, стал ли это повод определяющим для такого спроса на иену, но все-таки для общей информации такой новостной фон, наверное, будет вам полезен. Я думаю, что оба этих фактора вряд ли будут иметь какое-то системное продолжение, потому что спрос на защиту, когда появляются, опять же, причины в виде угроз очередного теоретического акта, ну да, он в моменте, может быть, и влияет на настроение, но очень быстро сходит на них. Пока по доллару японской иене мы с вами находимся все-таки в русле восходящей динамики, и это позитивный фактор, потому что даже с учетом последнего отката мы с вами покупали эту пару с более низких ценовых значений и должны сохранять длинное позиционирование, собственно, и дальше. Европейская валюта. Вчера поддержку евро оказала статистика, индекс настроений, максимальное значение с 2015 года, это 26,19,5 мы выросли, индекс оценки текущих экономических условий, здесь также прогресс 80,9,81. И одного ВВП еврозоны, все без изменений, как и полагали в годовом, выражение прироста 1,7, в месячном, точнее в квартальном, 0,5%. Есть еще позитив, связанный с региональной победой партии Меркель, что создает хорошее ожидание, потому что и в ходе, собственно, официальных выборов в дальнейших также за ней будет большинство. Но в отношении европейской валюты я сейчас рекомендую обратить внимание на индикатор личных настроений и то, что у нас он показывает. Снова возвращаю вас к Кайману, который, как вы знаете, доступен каждому клиенту нашей компании в личном кабинете. Почему обращаю внимание сейчас? Потому что значение, ну, просто мегаэкстремальное, зашкаливающее. На текущий момент 85% трейдеров продают, и всего лишь 15% покупают. Конечно же, если руководствоваться логикой торговли большинства и меньшинства, деятельности, толпы и, соответственно, маркетмейкеров и хэш-фондов, логично предположить то, что рынок предпримет еще попытку, чтобы заставить большинство трейдеров покинуть рынок по факту принудительного закрытия позиций. То есть рынку нужно достигнуть того уровня, когда большинство ордеров будет закрыто, поскольку трейдеры просто будут уже не в состоянии выдерживать просадку. Где находятся эти уровни, друзья, я не знаю. Но судя по тому, как сейчас меняются настроения, скорее всего, уже близко. Но учитывая мой фундаментальный подход к оценке перспективы евро, даже осознавая то, что сейчас великая вероятность как осрочной игры на повышение, я не могу лично встать на сторону покупателей и тоже присоединиться к покупкам. Поэтому, чтобы, опять же, не изменять собственному же позиционированию, не переначивать свое мнение, которое я вам неоднократно уже озвучивал, я вынужден сейчас терпеть просадку и, соответственно, сохранять настрой, потому что европейская валюта должна развернуться. Фунт против доллара. Вчера был очень большой акцент лично с моей стороны на данные по инфляции. И я говорил, что если инфляция вырастет хотя бы на 0,1-2%, это станет еще одним подтверждением того, что потребительская активность будет испытывать давление, и это приведет к более слабым показателям ВВП. По факту вчерашнего отсчета, рост составил на 0,4%. Это если брать годовую перспективу, то есть мы увидели прирост 2,3% до 2,7%. И, собственно, сейчас, если оценивать еще месячное значение, против роста на 0,4% вчерашний прирост, точнее, прирост прошлого месяца на 0,5%. Это максимальное значение за последние также 3-4 года. Нужно помнить то, что перспективы британской экономики, любой экономики, зависят от внутреннего спроса, от активности потребителей. И если инфляция выходит за пределы установленной цели, а, между прочим, в рамках Англии уже 4 месяца подряд инфляция выше целевого значения в 2%, значит, создается серьезный риск, который может спровоцировать снижение заработных плат. Ну, здесь логичная цепочка уже априори формирует слабые экономические ожидания. Банк Англии на прошлой неделе присматривал прогнозы по экономическому росту, и мы увидели, как фунт ослаб на фигуру на целую, на 100 пунктов после выхода этого релиза. Но потом, собственно, снова вернулся к локальным максимумам. Сегодня, друзья, в 11.30, ровно как и в рамках вчерашнего грифинга я говорил, 1.45 достается до очень важного релиза. Это статистика по рынку труда и динамике заработных плат, предвосхищающий уже индикатор будущего отчета по инфляции. Если и сегодня фунт устоит и, соответственно, не покажет снижение, то придется смириться с тем фактом, что на британскую валюту сейчас исключительнейшим образом влияет общее отношение к риску и поведении евро. И мы сможем увидеть ослабление по фунту только тогда, когда изменится позиционирование по евро. Но, опять же, понимая, что загадка не бывает богат, я все-таки допускаю то, что сегодня может и последовать та реакция на публикацию отчета, на которую лично я настраиваюсь. Я даю фунту еще один шанс оправдать собственные ожидания и надеюсь то, что сегодня мы увидим не просто откат по факту отчета, а этот откат будет закреплен через большее снижение под конец торговой сессии. По другим инструментам, СНП, американский фондовый рынок, несмотря на просадку вчерашнего дня, все равно имеет достаточный потенциал для дальнейшего роста. Это еще и резонанс сильнейших азитатов квартальных отчетов. Уже сезон фактически завершается. У нас ожидание налоговой реформы и осознание того, что ФРС в июне уже, по сути, можно сказать, через две небольшие недели снова повысит процентную ставку. Локальный хайп американскому фондовому рынку был чуть выше 2400 пунктов. Но наша с вами долгосрочная цель 2450 пунктов. И до тех пор, пока мы ее не достигнем, не вздумайте покидать расположение американской фондовой секции. Золото пользуется поддержкой вот этих геополитических рисков, которые снова стали актуальными. Еще на фоне последних комментариев и заявлений Северной Кореи об удачных испытаниях ракет, которые были проведены на выходных. Но думаю, что восходящая динамика по золотому активу в ближайшее время будет осломлена, потому что золоту придется обращать внимание на другой катализатор. Это американец. А американская валюта так просто не позволит себя долго теснить с учетом того фундамента, который уже на рынке сформирован. Из важных отчетов сегодняшнего дня, как уже отметил, в 11.30 через час 40 уже ждем данные по зарплате, в 12.00 на сосчет по инфляции в рамках еврозоны. Если инфляция просядет, то тогда европейская валюта имеет все основания, чтобы снизиться, потому что снижение инфляции – это еще одно доказательство того, что ЭЦБ будет 10 франок прежних экономических стимул. И в 17.30, не забывайте, друзья, это запасы у нас нефти. Ждем повторения хотя бы в приближенном формате с оценки американского института, ждем прироста хотя бы чего-то, либо нефтепродуктов, либо самой нефти. И ждем увеличения нефтедобычи, что может вылиться и спровоцировать снижение нефтяного актива. Кодовое слово на сегодня. Настроение величина бонуса 17% действует до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по Москве. Осталось только пожелать вам удачной торговой сессии. Как и всегда, не забывайте контролировать риски. Сейчас рынок очень активен, волатильность зашкаливает, нужно держать себя в узде, не нужно злоупотреблять и допускать критическую нагрузку на депозит. Если что, лучше даже сократить объем, но не отказываться от четкого обидения того, что может произойти с рынком, который базируется на нашем с вами каждодневном фундаментальном анализе. Хорошая, друзья, вам прибыльная торговая сессия. Увидимся, соответственно, завтра в 9.30 по Москве в прямом эфире через перископ. И запись брифинга сразу же после прямого эфира будет доступна на канале на YouTube. Если есть вопросы, кидайте их прямо туда под каждый актуальный выпуск. Я, как вы знаете, стараюсь отвечать на все ваши комментарии и все вопросы, которые касаются перспективы того или иного актива. На этом все. Всего доброго. До свидания.